Еще со средних веков коты угольного окраса постоянно оказывались в немилости из-за людских предрассудков. И даже сейчас в мире гаджетов и искусственного интеллекта многие продолжают верить, что черные кошки приносят несчастье. Чтобы остановить истребление животных, в 2007 году активисты Итальянской ассоциации защиты окружающей среды учредили особенную дату – День черных кошек. У героини нашего репортажа еще нет имени, но волонтеры уверены, что самое красивое ей подберет будущий хозяин. Она и два мальчика жили в подъезде. Их всем подъездным подкармливали, там жили собаки, естественно, с хозяевами, не всем это нравилось. В общем, нам сказали, что это три котенка, а откормили этих три котенка полугодавал, как лошадок. В общем, им даже сразу не скажут, что им по полгода. Они достаточно упитанные, чистые, но зиму они не пережили. То есть они такие более адаптированные, домашние. Черная кошка не верит в суеверие. Она пришла в этот мир, чтобы сделать своего человека счастливым. И безымянная малышка вместе с братьями каждый день с надеждой выглядывают из клетки. Может быть, сегодня их заберут домой. Они немножечко пугливые в силу того, что они особо не знали человеческой доброты, никогда не были дома. Для них, конечно, первоначально это был стресс. Но сейчас они спокойненько сидят, адаптируются, живут своим трио. Вот она одна девочка, они, когда мальчики сидят в одной, так скажем, лежанке, ее вгоняют. В мурдоме с любовью, нежностью и заботой относятся к подопечным. Волонтеры, несмотря на работу и домашние дела, находят время для каждого. Лечат, кормят, убирают клетки и делают все для того, чтобы каждый хвостик, будь он рыжий, белый, серый, черный или полосатый, нашел свою семью. Мы их всегда адаптируем, приручаем к лотку, для того, чтобы у новых хозяев не создавало проблем. Адаптация животного – это немаловажно. То есть, у нас достаются и дикие животные, которые вообще к рукам не приучены. В день черной кошки принято дарить подарки. В мурдоме будут рады кормам и лекарствам, пеленкам и наполнителям. Волонтеры с радостью подскажут, в чем сейчас особенно нуждаются их подопечные. А еще здесь можно найти лучшего друга. И неважно, какого цвета будет его шерстка. Он обязательно принесет в ваш дом уют и счастье. Приют находится по адресу Железнодорожная, 9, строение 7. Предварительно договориться с волонтерами можно по телефону. 8 908 762 09 51 и 3 79 51.